И так мы снова в эфире полностью в черном с вкраплениями белого и желтого. И начну представление составов с номинальных хозяев хоккеистов «Спорт-депо». Галкипер, первый номер, Руслан Набатников. И первая шайба. Не успели мы еще поговорить о составах. Влетает в сетку ворот «Металлурга». 1-0. Поздравляют все 81 номера команды. Михаила Бугреева. Сынок. Хорошая передача. Бросок. И шайба попадает в каркас ворот. Отличная передача. Можно двигаться вперед. Но бросок. Надеемся, что покажем вам хотя бы финальный поединок. Но здесь не все зависит от нас. На противоположный фланг. Чередниченко открывается под скидку. Прорыв. И бросок выше ворот. Оснащенных здорово хоккеистов. В составе той и другой команды. На этот раз Александр Корнилов. Честно говоря, один из самых мною любимых хоккеистов в рядах «Металлурга». Но обе руки даже, скорее всего, прием шайбы. Скибин. Отличный пас. И 2-0. Сработала вновь связка. Пожалуй, самая опасная в составе «Спортепо». И вот хвалили, хвалили мы Сергея Коцулюка. Он в итоге и отличился вторую шайбу. Забросив сетку ворот «Металлурга». Бор-депо, Чередниченко назад. Хорошая передача. Дальше с острого угла бросал Михайлов. За что люблю и уважаю этого голкипера. Он еще и на публику местами играет. А тут шайба. Передача налево крайнего форварда. Бросок из подзащитника. Добивание. Кулик отыграл назад. И какая неуверенная передача. Выход 1-1. Требуют вне игры болельщики. Но атака продолжается. Одна результативная передача. Не так далеко от него оказался Александр Корнилов. Сирия добивания. И очередная куча мала на льду крыльев советов. Тут летят коньки. И все перешло в итоге в греко-римскую или вольную борьбу. Ждет «Спорт-депо» и «Металлурга» Рига Айсланд. Уступив в первой игре роль 4-5. Во втором матче праздновало успех со счетом 4-2. И все решится в итоге в третьем матче. Шафтным броском. 91-й номер «Спорт-депо». Обманные движения. А шайбу перебросить, направить над щитком Разина не удалось. Хотя в целом-то более молодых кист. Речу о Иване Марове. 94-го года рождения. Численное преимущество имели форварды «Спорт-депо». Прорыв уже в исполнении «Металлургов». И двухминутное удаление. Даже булит. Теперь уже Артем Кравченко постарается переиграть Руслана Набатникова. И ведь опять... Интересно пытался Бугреев уйти от защитника. И выскакивает 1 на 1. 3-0. Со второй попытки Михаил Бугреев оформляет дубль в этом поединке, забросив важнейшую третью шайбу «Спорт-депо». При игре 4 на 4. Позиция, я думаю, подходит под любой матч. На вылет, плей-офф. Хорошая комбинация. Бросить бы Набатников. Его нужно адресовать шайбу. Слишком долго ее Корнилов держал. Сзади уже там подкатывался хоккеист «Спорт-депо». Но реализован в итоге численный перевес. Как только появился четвертый хоккеист на льду «Спорт-депо». Потрясающая передача на пятак. И в одно касание шайба была переправлена в сетку ворот. Пожалуй, Руслана Набатникова сегодня. Да и вообще во многих матчах можно переиграть только такими усилиями. Корнилов. Я его критиковал за то, что он передерживает шайбу. А на самом деле вторая такая же комбинация. Все то же самое ударное сочетание на льду у «Металлурга». И вместе с ними Соловьев, Буслаев. О, хороший. Соловьев находится хоккеист. Атака подмосковных хоккеистов Михайлов. Неудобно. Нет, не получил передачу Михайлов. Мне кажется, они несколько возросли по сравнению со вторым-то периодом. Уж точно, где было огромное количество удалений. Остановок не попадает. Чтобы натиск организовать. Но и в зоне «Чужой» оказаться не получается. «Металлурга» вот с сложного борта. А затем еще и феноменальный финт выполнил. Мог сам завершать атаку. Момент у Хабузова. Не попадает. Сегодня ведь рабочий день для многих. Бросок, ближний угол. Добавлял Корнилов. Еще одна хорошая передача. К тому же как. «Спорт-де-по». После того, как на две минуты был удален 89-й номер. «Металлурга» Евгений Ермишин. В меньшинстве действует «Спорт-де-по». Об этом мы не забываем. Проказно. На батниках. В заключительном ли периоде. Скибин классно развернулся. Куцуляк ему помогает. Скрытая передача. Куцуляк. Ка-4-1. Это мастерство. Разина я попрошу поспокойнее встречать пропущенную шайбу. Эмоции понятны. Едва он не отразил бросок. С неудобной руки. Бэкхендед гол. Куцулюка. Но это Куцуляк. Лучшим игроком матча. По крайней мере, лучшим игроком «Спорт-де-по». Здесь вариантов как... А в комментариях у нас негодуют насчет судейства матча. 5-1. Куприянов. Знаете, это даже не наброс был, а именно передача под подправлением. Очень оригинальное празднование заброшенной шайбы. Постепенно «Спорт-де-по» решает свои вопросы в этом втором матче. Менее чем за 6 минут до завершения. Пока будем говорить основного времени матча. Соловьев. Набатников. Вперед. А может быть, еще и он сегодня забросит, если заменит вратаря. А пока тут Корнилов мини-шедевр совершил даже без особой радости. Встретил эту заброшенную шайбу форвард Металлурга. А на самом-то деле сделал он все мастерски здорово. Александр Корнилов, 22-й номер Металлурга. 2-5. Делить места на групповом этапе команд. Еще и пенальти команды пробивали после матча. И вот, к сожалению, не застал финал. А у нас все мы вместе застали еще одну. Я в случае плохой вдруг погоды, нелетной погоды, неприятных осадков и в закрытых площадках матча проводить. Тут силовым приемом встретили Скибина. А именно так активным в отборе сыграл. Жена, поздравляем. Спорт-депо с заслуженной победой. 5-2 команда одолела Металлург. И теперь судьба полуфиналиста этой пары решится в третьем главном матче Сирии. Для вас сегодня работали комментаторы. Субтитры создавал DimaTorzok